Девушки отдыхают Ты даже сложить не можешь Ой, скорее бы скорая Скорее бы скорая Кать, какая скорая? Мне просто нужен Имбирь, мед, лимон А еще что тебе нужно? Аджика и хмели-сунели, ты же не солянка Это тебе не шутки, Валера? А если это какой-то ковид новый? У них сейчас обновление выходит чаще, чем у Apple Ждем скорую Это просто высокая температура У нас сосед от просто высокой температуры помер Ну он-то бухой в квартире сгорел Это разная высокая температура, понимаешь? Ничего не знаю, Валера И то, и то высокая температура Ждем скорую Это бесплатная скорая, Кать Ты понимаешь, бесплатная А я знаю, как они работают У нас на прошлой неделе мужику палец оторвало Они приехали, госпитализировали палец А потом выкинули его Потому что у него полиса нету пальца Просто дай мне пару дней Пожалуйста, ты уже сам себе пару дней всего отмерил Как мне не нервничать, Валера? Ты, кстати, ты пока еще в сознании Где твой пиджак с выпускного? Ну, выпустишься еще раз в нем Только теперь из жизни Ты что несешь, Кать? Ты что такое несешь? Вот, пожалуйста, ты уже не слышишь меня Ой-ой-ой Открывайте скорая Наконец-то Открывайте, считай, до нуля и уходишь Заходите, заходите Ой Ну и вот, я ее, короче, гвоздем в задницу ткнул Говорю, надевай штаны, укол поставлен Ну, дочке мог бы и настоящий укол поставить Ну, все-таки Несколько месяцев человек уже болеет Вот ты приколист Ну, ты же меня знаешь Не могу я по жизни вот без прикока-кола Каждый раз говоришь, что смешно Блин, а сапоги давят, а Вот бабка с предыдущего адреса Не могла с 38-м размером померить, а? Кстати, трусы тоже жмут, там ничего хорошего Здравствуйте Хренаствуйте Вас много, я одна Кива, шу налево Лекарств нет, зарплаты меньше, чем лекарств На весь город полмашины Это у нас водитель под мостом проехал Он так крышу снес нахрен У нас теперь скорая кабриолет Водитель Водитель тоже кабриолет Придурок, как можно было вот так Не видеть, что этот мост Он в телефоне сидел Кто больной сидит, вылупилась на меня Никто, никто То в сравнении с вами никто не больной Все здоровенькие, ложный вызов Неправда, не слушайте его Вот больной, вот у него высокая температура Он еще скорую не хотел вызывать Валера, кстати, ты пока еще говорить можешь Ты мне скажи, как лучше тебя Не знаю, закопать или жечь Или может ты хочешь как викинг На плоту по реке Мне тогда надо курсы закончить Лучников, ну чтобы попасть Стрелой горящей в плот Слушайте, не слушайте ее У меня просто 37 с небольшим Пожалуйста, он уже размер письки Преувеличивает в три раза У вас хотя бы одна нога есть? Обе есть Обе есть? Ну тогда давайте, вставайте Раздевайтесь, послушайте А одетого меня не слышно Понял, понял Без приколов Без приколов Стою Ай, это что, нож? Это почему такое холодное? Почему? Сейчас, сейчас согреется Сейчас Да что-то не согревается Я как будто остывать начал Так, я не поняла Ты будешь меня учить лечить? А? Нет, ни в коем случае Вот ты дай рот закрой Понял Вернее, открой А, да почему все у вас холодное? У вас все ледяное Так, вот здесь не звезди Она до твоего рта В 30 ртах побывала Так что она тепленькая Давай Не, ну тут, кстати, может и не врет Те-то 30 уже холодные были Хотя да Ну что, тут ангина О-о-о-о Снимай штаны, нагибайся А это что у вас теперь Какое-то наказание за ангину? Нельзя, типа Прекращай шутить, Валера Все, просто доверься врачу Тебе просто укол поставят Какой укол? Если не сработает Прабабушке передай, что мы хорошо жили Катя, какой укол? Это бесплатная скорая Хотя мы попытаемся Они поставят что-то, что стоит ноль Понимаешь? И там какая логика? Либо вторая доза платная Либо противоядие Я не хочу вот это что-то Так, не слушайте Братан Ты, главное, не сопротивляйся Я до этого 5 лет в психушке санитаром был Потом меня вылечили Я в скорую устроился Поэтому Не переживай Не переживай Я тебе серьезно говорю Это как комарик Укол поставить Не с первого раза Скорее всего, мимо Ну ты, главное, не переживай Я понимаю Конечно, тоже ледяное. Конечно, все у них ледяное. Девушка, держите ручку. Распишитесь вот тут. На руке у вас? Да. Но у меня табачная бумага закончилась. Я все бланки скурил. Давайте, расписывайтесь. Я потом в больнице красиво перерешу. Валерочка, ты как? Говори, мне ужин на двоих готовить или человек на восемьдесят. Кать, да нормально все. Реально, сейчас вообще классно стало. Я даже немного, ну, неудобно мне, что я так истерил. Да? Да, потому что... Ну, хорошо. Опа! А что такое? А что это у меня ноги, как дети в поезде? Не слушаются совершенно. Миша, а что ты ему вколол, что ноги отказали? А чувства юмора нет. Все по классике, там, жаропонижающее и снотворное, и все. Прощай, Валерочка. Я тебя всегда любить буду. Женщина, он живой. Ну, да. Конечно, живой в наших сердцах. Конечно. А что вы говорите? Он сейчас поспит, и вы будете вместе. Ну, конечно, он меня дождется. Там, на облачке, я к нему прит. Ольга, а давай этой шумоголовой тоже что-нибудь уколем? А то мы сейчас уедем, она этого заживо под клумбой закопает. Мадам, оголяйте перду. Давай, давай, я сейчас... Давай, давай, давай. Всем доброе утро. Доброе утро. Не уверена, что она добрая. Бывшие жены, нынешняя жена, все дети и целый дом прислуги. Собрать всех в одном месте... Я вообще не понимаю, зачем мы сюда приехали? Ты одна, милая. ...способны только шокирующие новости. Что? Ну, ты же не умираешь? Врачи говорят, шанс есть. Оставшееся время я хочу провести со своей семьей. Я завещание буду писать, Поэтому делайте выводы, если что, без обиды. Я этого так не оставлю. Бедные смеются, богатые плачут. С 12 февраля в 9 вечера. Уровень опасности красный. Премьера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова